Следующий наш докладчик Виктор Логин, компания Райтек, разработчики полосной платформы для интернет-вещений. Здравствуйте. Сегодня я буду говорить про интернет-вещений несколько с другой стороны. Со стороны, скорее, сервера, бэкэнда, как мы строим нашу инфраструктуру для того, чтобы справляться с нагрузками и ростом нашего проекта. Немножко о себе. Я последние два года работаю в компании Райтек над построением платформы интернет-вещений, которая нацелена на то, чтобы новые компании-разработчики, которые хотят войти в мир Айота, встретили меньше проблем и смогли работать сразу с бизнес-логикой, без необходимости интеграции своего железа. Собственно, в этой компании я работаю как фуллстэк-программист, занимаюсь как фронт-эндом, так и бэкэндом, но кроме всего прочего, еще занимаюсь инфраструктурой, строим процессы деплоя и непрерывной интеграцией, используя Endogger, Kubernetes, который нам очень много помогает. Возвращаясь к теме интернет-вещей, то если посмотреть на последний публично доступный цикл Гартнера, то мы видим, что интернет-вещей уже прошел свой пик, и популярность начинает набирать те вещи, которые строятся поверх интернет-вещей. Это различные платформы интернет-вещей, сервисы, которые дальше обрабатывают уже ранее полученные в Телемитрии, устроят какие-то тренды, анализ данных, как-то их визуализируют. Собственно, сейчас все платформы интернет-вещей очень похожи, их в мире уже насчитывается более двух сотен. В основном, может быть, и три основные части, которые входят в платформу интернет-вещей, это какие-то гейтвэи, которые принимают данные с устройств и преобразуют их в какой-то внутренний формат. Это последующие сервисы, которые уже работают непосредственно с полученными данными, как-то их обрабатывают, анализируют и выполняют какие-то команды. И последний, третий этап, когда мы уже наши данные можем показать пользоваться через какой-то пользовательский API в виде веб-интерфейсов. Если посмотреть более глубже, то каждый этот элемент на самом деле представляет из себя десятки микросервисов, которые как-то между собой взаимодействуют. И поэтому задают вопрос о том, как между ними построить взаимосвязи и как ими управлять. Для того, чтобы можно было в реалтайме очень быстро менять сервисы, обновлять их, нужна очень хорошая система пайплайнов, которая позволит нам декларативно описать то, как мы хотим обновлять наши сервисы. И обычно систему пайплайнов принято развивать на три крупных шага. Это непосредственно сборка нашего сервиса, это проверка его на адекватность, когда мы запускаем различные тесты. И непосредственно третий этап, это когда мы наше приложение непосредственно запускаем на какой-то периметр, на источнице или на продакшен. На данный момент наша инфраструктура представляет из себя три компания-свластера, над которыми работает три команды в 15 человек. И суммарно наша платформа, это около 156 микросервисов, которые разбиты на 19 подгрупп. Для того, чтобы можно было эти сервисы очень удобно поставлять на продакшен, нам необходимо определить некоторые требования к нашей системе. Во-первых, наша система должна быть устойчива и работать на разных платформах с разными языками программирования, так как в платформу входит много микросервисов, и все они написаны на разных языках и нацелены на разные платформы. Далее наша система должна уметь собираться не только по каким-то событиям, например, выпускного релиза, но также по расписанию или в ручном режиме. Кроме всего прочего, очень удобно, когда наши приложения могут работать с переменными окружениями. Это позволяет людьми всего пару переменных запускать наше приложение где-то на новом месте, например, в инфраструктуре нашего заказчика. Кроме всего прочего, так как сервисов очень много, и они очень часто обновляются, очень хорошо, когда мы можем запускать наши сборки параллельно, при этом не только сборки между, ну, спустить, скажем, одновременно десяток сборок в разных сервисах, но когда сборки... И очень хорошо, когда одна и та же сборка может также выполняться параллельно внутри себя. Например, мы можем одновременно запустить сотни различных тестов, и если они будут выполняться последовательно, то может занять очень много времени. Если же си-система позволяет запускать их одновременно, то это очень сильно сократит наше время. При этом, так как потребности все время меняются, и разные сервисы развиваются, то нам очень хотелось бы, чтобы наша си-система позволяла настраивать пайплайны индивидуально под каждый проект, и даже более того, индивидуально под разные стейджинги. Собственно, для решения этой проблемы Cloud Native уже сейчас предлагает более 50 различных инструментов. Конкретно мы используем GitLab для развертывания и доставки нашего приложения. При этом в основу нашей инфраструктуры входят такие системы, как Kubernetes, который управляет организацией регистрации наших приложений. Это Helm, который служит имплейтом, менеджером наших пакетов, и позволяет более удобно развивать наши приложения по сервисам. И MiniCube, который позволяет делать все это вместе на машине конкретного пользователя, конкретного разработчика, что позволяет ему при развитии своего приложения формировать настройки и свое приложение, которое будет неизменно в таком же виде запускаться и в настоящей реальной среде. Собственно, что Kubernetes дает для различных приложений, в том числе для Yota? Он позволяет нам автоматизировать процесс развертывания наших приложений. Нам не нужно думать о том, где будет запускаться наше приложение, сколько ресурсов ему потребуется. Все это берет на себя регистратор Kubernetes. При этом очень часто потребности на разные ресурсы могут меняться. В основном, грузика может возрастать или падать. Поэтому очень удобно, когда мы можем менять количество инстансов, запущенных на какую-то определенную... решение каких-то определенных задач. Это также из коробки позволяет делать Kubernetes. Очень большое преимущество, которое позволяет реализовать нам Kubernetes, это декларативное описание конфигурации приложения. Мы можем один раз написать один небольшой файл и в дальнейшем можем переиспользовать его снова и снова. При этом результат всегда будет одинаковый. Кроме того, Kubernetes, давая такие возможности из коробки, позволяет разработчикам проще смотреть на то, как писать наше приложение. Это очень сильно повышает культуру внутри компании и разработчики становятся более открытыми к тому, что сертифик становится все больше и им управлять становится все легче. Если говорить грубо, то минимальным элементом, которым мы можем управлять в системе Kubernetes является коды. Коды — это группа контейнеров, которые находятся в одном сетевомной экспрессии, и они могут быть раскиданы совершенно как угодно на тех кодах, где есть свободное место. Все эти контейнеры находятся в одном сетевом экспрессии, и они могут между собой общаться. Для того, чтобы запустить такой код, нам необходимо написать небольшой манифест. Например, для нашего NKPCT Gateway он может выглядеть примерно так, где мы описываем роль нашего сервиса, даем ему какое-то имя и говорим, например, «ребекас». Сколько инстансов единовременно нам нужно запустить в первых приложениях. То есть по умолчанию в данном случае будет запущено три инстанса нашего приложения. При этом для того, чтобы связывать приложения между собой, мы можем использовать лейблы. Лейблы — такие вейдер-значения, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли работать сразу над множеством сервисов единовременно. Мы можем получить метрики по, скажем, во всем сервисам версии номер один или по всем сервисам версии номер два. Для того, чтобы... Также мы в этом конфигурации описываем то, какие ресурсы необходимы нашему приложению. Например, мы можем здесь примонтировать какие-то внешние вольны, будь то S3 или что-то другое. Мы можем открыть какие-то порты, например, 83 и 880-83 для защищенного и не защищенного соединения по МКТТ. Также мы используем еще... Пармутся. Также после того, как мы выполнили предыдущий... Пармутся. После того, как мы выполнили этот манифест, на нашей инструктуре запустится сервис, указанный параметом, но он еще не будет иметь доступ в интернет. Для того, чтобы внешние пользователи могли к нему обращаться, мы пишем еще один манифест, в котором мы говорим, что хотим открыть для нашего МКТТТАМ два порта во внешнюю среду. После того, как мы выполним этот сервис, разработчики со всего мира получат доступ к нашему интерфейсу и смогут с ним работать. Для того, чтобы все это можно было сделать, в том числе на локальной машине, мы используем мини-куб. Мини-куб — это небольшой бинарник, который запускает виртуальную машину и запускает в нем губернес. Как только разработчик запускает эту систему, он может тестировать свои приложения и писать самостоятельно манифесты для того, чтобы работать с этими сервисами непосредственно на своей машине. Для того, чтобы упростить написание манифестов, существует такое приложение, как Helm. Это пакетный менеджер, который позволяет более удобно работать с писанием темплейтов. Он дает такие бонусы, как управление сложностью развертывания новых приложений, упрощает развертывание, обновление и откатывание наших приложений. Кроме, к примеру, мы можем посмотреть это на примере разворачивания WordPress. Нам необходимо сделать всего лишь одну команду, это Helm.Stall, назвать как-то наше приложение и непосредственно сказать, какое приложение мы хотим запустить. Выполнив эту команду, мы сразу получим два приложения. Она запустится, к примеру, MariaDB как зависимость к этому приложению и непосредственно сам WordPress. Соответственно, если нам приложение необходимо будет обновить или удалить, то нам нужно будет точно так же сделать всего лишь одну команду, Helm.Upgrade либо Helm.Delete и имя нашего приложения. После этого от него не останется никакого следа на системе. Для того, чтобы это работало на всех наших сервисах, мы придерживаемся такой структуры, что в коре нашего приложения мы размещаем один и более других файлов, в котором описано, как собирать это приложение. Далее мы создаем папку Ops, в которой находится файл GitLab CI, где описан весь жизненный цикл нашего приложения. В нем содержится информация о том, как собирать приложение, как его тестировать и как его обновлять. На примере GitLab CI это может непосредственно шаг деплой выглядеть примерно таким образом. Мы доходим до какого-то шага деплой, где мы можем перепределить наши переменные для какой-то конкретной среды. Например, для продажа мы можем назвать приложение там фронтенд, а для стейджинга мы можем его как-то по-другому назвать или включить, перепределить какие-то переменные окружения и, например, включить в расширенное логирование. И непосредственно выполнение какого-то какой-то джобы. Например, для развертывания нашего приложения в системе Kubernetes мы выполняем два действия. Определяем, было ли это приложение когда-либо запущено ранее. И если не было, то мы выполняем команду install и, в противном случае, команду upgrade. Кроме этой команды мы также можем перепределить наши переменные, занести туда информацию о том, какой пользы создал этот релиз, когда это было создано, чтобы в дальнейшем случае обнаружения проблем мы всегда понимали, по каким причинам и кто выкатил новую версию. Как я говорил, Михаил также помогает нам с разрешением зависимости между приложениями. Мы можем сказать, что наше приложение зависит от какой-то базы данных. В этом случае, сказав, что при запуске нашего приложения необходима, например, база данных Mozilla, то перед запуском нашего приложения в Classical будет непосредственно установлена эта база данных. Это позволяет работать с базами данных и различными другими ресурсами, как во многих языках программирования с пакетными менеджерами. То есть, это очень похоже на то, как работает, скажем, NPM, или Composer в PHP. Собственно, таких пакетов есть очень много. Сейчас есть официальные репозитории, которые поддерживаются комьюнити в нем. В настоящий момент уже более 190 готовых чартов для запуска как зависимости, либо как балансерных приложений. В нем есть практически все существующие на данный момент базы данных и многие различные популярные в целом сервисы, сервены и подобные системы. Собственно, при разворотовании приложений их можно разделить на два типа. Это стейтлесс приложения и стейтфул приложения. Стейтлесс приложения разворачиваются, на самом деле, если они хорошо написаны, достаточно быстро. Например, последнее наше приложение для визуализации данных, которое мы разворачиваем последние три месяца. За эти три месяца успел получить уже более 800 новых релизов, из которых там 73% были удачными. То есть на примерах для гидлоба сериала мы можем получить информацию о том, какая степень успеха раскатки наших приложений. И более того, мы можем зайти в каждый момент времени в любой релиз и посмотреть, как он был развернут, какие сообщения при этом появлялись при его конфеляции или деплое. С более другими же приложениями, которые стейтфул сет являются, обстоят дела более сложные. Например, базы данных или приложения, которыми необходимо хранить полисовскую логику, обновлять сложнее и их, как правило, нельзя просто так гасить. Для этого нам необходимо сделать либо оптимизацию нашего приложения, либо дополнительные шаги на этапе выкатки нашего приложения. Например, для выкатки сервиса, который отвечает за обработку полисовской логики, за обработку, точнее, логики устройств, мы посылаем команду, которая сообщает приложение о том, что его собираются обновить, после чего он блочится и прекращает получать новые команды и выполняет процесс миграции данных со своего инстанца на новую поднятую с новой версией. Как только этот процесс был завершен, мы переходим к стандартной процедуре удаления старого версии приложения. Все это происходит с помощью, как я говорил, системы CI и взаимодействия с пользователем, ну, с разработчиком. При этом очень часто в интернете еще есть еще одна проблема с тем, что многие датчики могут терять сессию, им не будет рестарт, и как правило разработчики и поставщики сервисов железа настраивают свои системы так, что они, например, могут массово рестартовать, скажем, в 2 часа ночи и наша платформа в этом случае получает единовременно несколько тысяч новых рекомендов. Это может оказаться очень любительным для многих сервисов, так как резко возрастает объем данных, которые они получают. Эту проблему также можно решить с помощью Кибернетис. Из коробки Кибернетис умеет шабировать наши приложения на основе таких метрик, как загрузка по CPU и оперативной памяти. То есть мы можем любому нашему приложению указать какие-то пределы, например, ограничение 80% потребления оперативной памяти, и как только приложение в длительное время будет превышать этот предел, Кибернетис поднимет нам еще один инстанс. При этом мы можем указать минимальное и максимальное значение по количеству этих инстансов. То есть если даже у нас нагрузка очень большая, это не повречет с того падение тех сервисов, которые запущены рядом. При этом кроме тех базовых метрик, которые Кибернетис предоставляет из коробки, это отслеживание CPU и оперативной памяти, мы можем создавать свои собственные метрики. Например, мы можем отслеживать количество запросов, которые происходят, проходят через наш сервис, и при превышении этого запроса мы можем поднимать еще один сервис. Например, недавно у нас была проблема с тем, что наш сервис, который отвечал за соединения клиентского интерфейса по WebSocket, резко начал превышать количество тех сервисов, которые мы можем обрабатывать. Один наш сервис может сейчас обрабатывать порядка 3000 соединений в секунду по WebSocket, и недавно этих соединений стало слишком много. Как раз-таки возможность отслеживать количество соединений позволило нам масштабироваться динамически на пиках до нескольких сервисов, чтобы сгладить нагрузку по машинам. Кроме горизонтального масштабирования, которое происходит динамически в гиберонезе, есть еще такая вещь, как Customs Service Definition. Это система, которая позволяет нам устроить свои прослойки между API гибернессой и нашим приложением. Например, при запуске новых сервисов или изменении их конфигурации мы можем это отслеживать и уносить исправление в конфигурацию уже работающих приложений. Например, это очень популярно для запуска различных баз данных. На данный момент написаны такие операторы для таких баз данных, как Elastic, MongoDB, POSR, SCAV, и TCD. Более половины из них написаны официальными дистрибьюторами эти базы данных. Это позволяет нам динамически менять количество реплик на предпазе данных MongoDB или TCD при росте нагрузок. Например, мы используем такой оператор, как Prometheus, который необходим для мониторинга и аллергинга в случае каких-либо проблем. При запуске такого оператора мы позволяем... API Prometheus расширяется и у нас появляется такая новая роль как сервис-монитор. Это служба, которую мы можем начать использовать во всех наших сервисах для того, чтобы указать, где в нашем приложении можно получить какие-то метрики. Например, мы можем сказать, что у нас есть MTTGate, и у него есть некий порт, который можно обступить в 12-15 секунд. И по нему мы можем получать информацию о том, сколько на данный момент активно сессии, сколько пакетов он через себя пропустил, скажем, за последние 5-10 секунд. Мы порты можем обозначать не обязательно какими-то конкретными значениями, мы можем их обзывать какими-то алиациями, например, MTTGate. И все сервисы будут понимать, куда это смотреть и подменять какой-то алианс текстовой на реальное цифровое значение. Это позволяет нам в Realtime менять порты, в том числе во внешнем системе и между отдельными сервисами, чтобы при этом применяв порт в одном месте нам не будет необходимости идти в каждый сервис и менять порты для других систем. Собственно, большая часть этого софта находится в открытом доступе, это open source. Все ссылки собрал в одном месте. Кроме того, у кубернатиса есть очень большое русскоязычное комьюнити в Телеграме, сейчас не уходит более полутора тысяч разработчиков, оно очень активное, там всегда нужно спросить вопрос или получить помощь. Собственно, все. Спасибо. вопросов особо и нет. Если вопрос есть, поднимайте руки, к вам подойдут, если нет, то Виктор у нас здесь до вечера. А вот, наверное, входит в узор. Что вы используете для регистрии блокер-контейнеров? Для регистрии блокер-контейнеров мы подняли у себя в инфраструктуре отдельно приватный блокер-регистри и GitLab.CI есть у него шаг регистрии, в котором он непосредственно занимается тем, что пушит новый образ в эту систему. Конкретно на чем работает регистрии? У нас сейчас уясню, в чем вопрос. Угу. У нас тоже примерно похожая система, только продакшн работает на докер-сформе. Значит, стандартный регистри, который дистрибьюшн, он плохо работает с мусором. Может быть, у вас проблема как-то решена? На самом деле не особо. Мы просто по кронжопе запускаем сборку в таине старых образов. То есть используется докер-дистрибьюшн? Да, используется официальный докер-регистри там второй версии, я помню. Да. Ну, в общем, у него все еще есть проблемы. Даже с кроном. Единственная проблема в том, что да, он не умеет удалять старые образы, которые уже не используются. Мы это решаем с помощью крона, который чекает время наличия запуска этого контейнера. Если он долго не используется, то он его просто удаляет. Плюс еще в GitLab CI есть интерфейс для регистрии, то есть регистрии, то есть регистрии можно подрубить к UI и там уже видеть, какие вообще контейнеры существуют для этой версии. для этой версии. Спасибо. Это основной источник взаимодействия с сервисами на глобальном уровне. Для сервисов, которые реализуют какую-то небольшую фичу, и их можно выделить в отдельный модель, скажем так, домен, то они в основном общаются по Redis. То есть главный источник это RabbitMQ, и автосуспельное это Redis. А заменяет какой-то пример лейтенции между ними? Задержка во времени? Задержка? Ну, обычно нагрузки на Redis никакой нет. То есть у него практически всегда очередь пустая. Бывают небольшие пики, когда, например, не справляясь какой-то сервис, и кубернатор ждет какое-то время перед тем, как поднять новый инстанс. И тогда очередь может накопить на несколько секунд, там, несколько тысяч сообщений. Но когда поднимается еще один дополнительный инстанс, то, как правило, очередь начинает достаточно быстро рассасываться. Спасибо. Итак, спасибо. Ну, тогда, наверное, Интерпассивов большое. Спасибо. Давайте.